Эмигрант, человек, который принял решение поменять страну, изменить настолько радикально свою жизнь, а это всегда радикально, это люди, ну как минимум не глупые. Согласен? Ну как минимум люди стремящиеся к чему-то, да? Ну, а если ты тупой, то тебе в голову это никогда не придет. Значит, то есть это люди неординарные все-таки, это все-таки немного отличающиеся от других, так скажем, потому что процесс принятия решения, поступков, организации, ну какая-то структура в голове точно есть, и чаще всего это не то, что не глупые, а люди достаточно продвинутые. Но многие говорят о том, что аборигены, к которым они приезжают, они глупые, прям тупые, не все само собой, но прям вот, прям тяжело им от этого. Это разные страны, это и Европа, и Южная Америка, любая, и Америка в том числе, смотря, ну как тоже такой этап. Как ты считаешь, как считают твои студенты, те же самые, там, не знаю, люди, которых ты привозишь, которые учатся, что они говорят? О канадцах, естественно, мы про Канаду говорим. Ну, смотри, да, классный вопрос, интересный. Я могу сказать так, что за 12 лет у меня прошла эйфория о том, что здесь все, там, все люди хорошие, да, грубо говоря. Ну, так же не можем так. Вот, и на работе я встречал, у меня был очень крайне негативный опыт, когда работы с местными, да, и тут и подсиживают на работе, и могут какую-нибудь там дуру пропихнуть на хорошую должность, потому что у нее там муж работает где-то, да, и мама там работала. То есть, конечно, здесь все это есть, да. Да, и, ну, ты смотришь на нее и думаешь, ну, что у нее в голове вообще солома. Да, вот солома в голове, мы так и говорим, солома в голове, а у нее там и должности, и все. Шум, шум самолетов. Здесь есть, да, понятие семействности, старых денег. Старые деньги – это люди, которые не с нуля заработали, а которые уже привилегированные, да, скажем так, здесь есть привилегированные люди. Вот, но что я хочу сказать. Во-первых, все-таки в Канаде уровень образования, здесь немножко, здесь такая система образования, что здесь всех заставляют учиться 12 классов, то есть здесь нельзя закончить девятилетку и пойти там, соответственно, в ПТУ. То есть, соответственно, чем больше человека к этой школе привязывают, тем больше шансов, что он ее когда-нибудь закончит. И второе, первая степень высшего образования здесь всего два года. Вот, грубо говоря, после 12 класса достаточно всего лишь два года для того, чтобы овладеть какой-то профессией. Те, кто хочет уже дальше бакалавра, аналитические там навыки и так далее, но все-таки уровень вот именно образования у канадцев в среднем, на мой взгляд, достаточно высокий. Несмотря на вот это двухлетнее образование, здесь в основном все с профессией, да. То есть, грубо говоря, здесь мало кто оканчивает там курсы один месяц и идет работать. Здесь даже на массажиста два года учится, полтора-два года. Вот, поэтому, наверное, все-таки вот глупыми не назовешь. Второй момент, я хочу сказать... Но образование и ум не всегда рука об руку идут. Да, смотри, теперь негативный момент. Канадцы, которые от рождения получили все, они это не ценят многие. У них от рождения английский – это их родной язык, у них хорошая социальная система, у них мама под боком, им дом, им не надо копить с нуля, им достанется от кого-то, да, там что-то. Вот, они это не особо многие ценят. И, опять же, канадская школа, она работает на середнячка. Здесь важно, чтобы человек был счастливым, а не умным. Не обязательно самым умным. Он должен быть счастливым, должен быть минимум стресса. Отсюда огромное количество людей, у которых нет... Они не целеустремленные. Опять же, если ты посмотришь, большинство официантов... Кто работает официантами, да. Канадцы, в основном, белые, рожденные в Канаде. Кто идет на заводы. Вот ты на любой завод устроишься, у тебя большинство будет... Разнорабочих – это будут канадцы, да, или на каких-то таких должностях, ну, не требующих особого рвения, скажем так. Вот. Поэтому, да, и здесь многих вполне устраивает базовая зарплата. Чуть больше минималки люди получают. И как бы жить на этом можно, что если свое жилье есть, что тебе надо. Люди очень ценят свое свободное время, да. В большинстве офисов, вот вы там в пять заканчиваете, всех как ветром сдуло. Никто не будет ничего там это самое перерабатывать особо. Поэтому здесь, конечно, для иммигрантов плюс. Если вы хотите развиваться, если вы хотите идти вперед, то Канада дает вам эти возможности. Здесь можно как бы там распихать всех локтями, но с другими иммигрантами вы будете конкурировать. Ну, назвать, что прям тупые, назвать, что глупые, нет, я бы не назвал. Просто встречаются разные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова